Подповерхностное дистанционное зондирование Многие из этих подповерхностных процессов имеют свои проявления на поверхности, которые могут быть предсказаны и интерпретированы, но для этого нужно получить достаточной информации о том, что происходит под поверхностью. Спутниковые дистанционные датчики не могут видеть далеко под поверхностными слоями океана и Земли. Тем не менее, многие важные процессы и функции расположены значительно ниже поверхности и на значительных глубинах. Поэтому для нас очень важно найти способ его изучения, потому что глубина как океана, так и суши может дать нам важную информацию для понимания процессов Земли, как локально, так и глобально. Дистанционное зондирование обладает следующими преимуществами в изучении подземного мира. Это неразрушающий и быстрый метод, в то время как раскопки являются одновременно разрушающими и медленными. Может покрыть большую площадь за короткое время. Его можно применить много раз, в то время как одно и то же место вы не можете раскопать дважды. Для поисков нефти и газа. Сотни тысяч лет назад, когда органические отложения начали превращаться в нефть, никто не знал, что у нас будет оборудование, способное определить его местонахождение даже на большой глубине под нами. Подобно радиолокатору, можно использовать отражение акустических волн от геологических слоев с различными свойствами. Такое акустическое эхо может быть обнаружено на поверхности. Для поиска древних цивилизаций. Археологические находки, затерянные города, сухое русло Нила. Датчики дистанционного зондирования дают нам возможность отличать археологическую информацию от той, что характеризует физические параметры окружающих грунтов. Эти неразрушающие методы имеют явные преимущества в изучении и сохранении этих очень важных памятников человеческой истории и культуры. В то время как радиолокатор с синтезированной апертурой, установленной на самолете или спутнике, использует для лучшего разрешения перемещение в пространстве, подповерхностные георадары излучают вглубь Земли мощный уникальный микроволновый сигнал, чью отраженную энергию собирают и измеряют. Для изучения наносов и водорослей В чистой воде оптические датчики являются эффективным инструментом для исследования верхних слоев океана примерно на глубину до 20 метров. Они позволяют изучать профили концентрации хлорофила и твердых частиц органического углерода. Это важно для определения воздействия деятельности человека в прибрежных районах, для изучения обесцвечивания коралловых рифов. Каждый может исследовать земные глубины в поисках секретов и сокровищ с помощью недорогих аппаратов дистанционного зондирования. Многие важные открытия были сделаны неожиданно по ошибке при поиске каких-то других явлений. Так что вам просто нужно попробовать это самим и посмотреть, что вы найдете.